Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выходы из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. В столице с начала года на пожары, загорания и другие ЧС спасатели выезжали уже более двух тысяч раз. На пожарах погибли семь человек. Двадцать четыре пострадали. А вот более 190 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Далее подробнее о том, какой была ушедшая неделя в оперативных сводках спасателей. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Пожар в минувший понедельник на рассвете прервал сон жителей нескольких многоэтажек на улице Янки-Лучины. Во дворе горел легковой автомобиль. Огонь возник в моторном отсеке по предварительной версии из-за короткого замыкания и быстро распространился по салону. В считанные минуты на месте оказались пожарные. Они потушили Рено. Досталось и БМВ припаркованному рядом. Огонь повредил задний бампер и лакокрасочное покрытие иномарки. В среду вечером боевые расчеты спасателей спешили на пожар, который произошел на Долгиновском тракте. Там в здании одной из организаций столицы загорелся кабинет. Обошлось без пострадавших. Однако мебель, компьютерную технику и даже окна огонь успел все-таки изрядно потрепать. По одной из версий, пламя спровоцировало короткое замыкание электродлинителя. Покидая рабочее место, убедитесь, что все электроприборы выключены из сети. В свой профессиональный праздник столичные бойцы МЧС еще и очередного любопытного малыша спасали. Днем на балконе четвертого этажа дома по улице Народная пятилетний мальчишка, видимо, заметив на улице что-то интересное, просунул голову между металлическими ограждениями балкона и застрял. Чтобы ребенок вновь почувствовал себя свободным, спасателям понадобилось всего пару минут и специальный инструмент. Ребенок не пострадал. Минск чрезвычайный. Пришли на помощь спасатели и малышки, которая в пятницу застряла головой в детском пластиковом стульчике. Инцидент случился около 7 часов утра в квартире на проспекте Держинского. С помощью шансового инструмента двухлетнюю девочку освободили. Малышка не пострадала. На заметку родителям. Обязательно рассказывайте своим детям об опасностях, которые таят в себе, казалось бы, привычные нам вещи. Внимательно следите за своими малолетними детьми и не оставляйте их без присмотра. В минувшие выходные в столице установилась по-настоящему летняя и жаркая погода, которая, как обещают синоптики, сохранится и на этой неделе. А это значит, что люди будут спасаться от жары, в том числе и в водоемах. Происшествия на воде, к сожалению, не редкость, особенно в летний период. Жертвами воды становятся десятки человек. А свод ведет неутешительную статистику. Всего с начала года на водоемах республики утонули уже 67 человек. Только за минувшую неделю во время купания погибли 16 человек, в том числе один несовершеннолетний. МЧС призывает. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Откажитесь от водных процедур в нетрезвом виде. Около 80% утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Если вы много времени провели на солнце, не спешите окунаться. Отойдите в тень, остыньте и лишь потом идите плавать. Не позволяйте детям купаться без присмотра взрослых. На отдыхе наблюдайте за ними, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида. Не позволяйте детям нырять с ограждений или берега и старайтесь пресекать шалости на воде. Объясните ребенку, что не стоит хвастаться перед друзьями умением плавать и устраивать соревнования на водоемах. Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками. Не забывайте, что с 12 до 16 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей, используя закрытую одежду и солнцезащитные кремы. Старайтесь употреблять как можно больше жидкости. Также следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. А если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции. Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля, даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка. На сегодня это все. Слушайте на следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.